Всем добрый день! Спасибо, что присоединились к нашему прямому эфиру. Сегодня с нами на связи Анна Зимакова, региональный представитель Университета прикладных наук Европы, который находится в Германии. Сегодня мы поговорим про творческое направление Германии, про специальности, которые актуальны, про требования к поступлению, про текущую ситуацию в Германии. Анна, мы знаем, что Берлин — это творческий и живописный город в Германии, где много разных креативных стартапов, проектов, связанных с фотографией, дизайном. Расскажите, какие творческие специальности предлагает Ваш вуз? Добрый вечер всем! Меня зовут Анна Зимакова, я работаю на Университете Applied Sciences Europe. У нас есть три кампуса вообще, у нас есть Берлин, Гамбург и Зерлон. Если мы говорим про Берлин, то это действительно столица Европы, да, вот по стартапам лидер, сейчас очень много там всего происходит, это как бы признанный факт, даже Иван Маск планировал, да, открытие завода Тесла, это тоже было объявлено. То есть это место для бизнеса в первую очередь, да, во вторую очередь не менее важную, это креативные события. Действительно бесчисленное множество галерей, фестивалей, премий, дизайнерских агентств, да, и плюс к всему сама атмосфера Берлина, она располагает к творчеству. То есть я знаю, что даже из многих признанных таких креативных столиц, там, не знаю, как Лондон и Милан, дизайнеры и художники, они приезжают в Берлин тоже из обосновениям и поучаствуют в различных фестивалях, получить какую-то премию и так дальше. Что касается наших именно креативных специальностей, у нас очень много дизайна, да, разного дизайна, есть дизайн коммуникационный, после которого ребята могут работать, ну, мы про бакалаврские сейчас программы говорим, да, ребята могут работать и в веб-дизайне, они могут работать с графическими дизайнерами, арт-директорами, даже иллюстраторами, да, то есть это такая фундаментальная визуальная история, работа вот в визуальном дизайне. А если мы говорим про другие направления, то у нас также есть Stillman Motion Design, да, не нужно думать, что это какая-то там режиссура или что-то в этом духе, это анимация, да, двигающаяся картинка Stillman Motion. Также у нас появилось суперинтересное такое инновационное направление, я считаю, что это такой дизайн завтрашнего дня, дизайн будущего, называется Digital Interaction Design программа, она в Гамбурге у нас будет проходить, это работа с инновациями, то есть это работа со всякими нововведениями, да, которые меняют нашу жизнь, это искусственный интеллект, это умные дома, это виртуальная реальность, что интересно, на эту специальность не требуется портфолио, также на Film and Motion Design, да, ну, на коммуникационный дизайн нужно по портфолио, точно так же нужно на фотографию, у нас есть бакалаврская программа по фото, вот. Анна, на каких языках ведется обучение? Обучение ведется на немецком и на английском языке, ну, это не значит, что это смешано, да, все, либо то, либо то, вы выбираете, да, на каком языке вы будете учиться, то есть пока вот так. И что, кстати, у нашего университета, да, так как мы частный вуз, мы, то есть рынок предлагает для нас сам, да, какие специальности будут востребованы, именно поэтому мы мобильны и можем создавать новое интересное, то, что будет интересно потенциальным работодателям, мы делаем, да, стажировки, в каждой бакалаврской программе есть шесть месяцев, ой, один семестр стажировки, прошу прощения, вот, с которым помогает университет. Соответственно, у нас очень много разных партнеров, у нас есть карьерный отдел, вот, поэтому ребята уже по окончанию, даже на последнем курсе, большинство из них имеют уже офер от работодателя. И что очень хорошо, потому что Германия предоставляет всем, кто получил высшее образование в Германии, вне зависимости от обыкновения или магистратура, возможность остаться на 18 месяцев там и найти себе работу. И, соответственно, вот ребята, которые, да, заканчивают наш, допустим, вуз, получают предложение от работодателя, получают потом рабочую визу, эту визу потом несколько раз, пару раз нужно будет, да, снова поменять, то есть продлить, и потом уже можно подаваться, собственно, на гражданство после видна жительства. Анна, подскажите, могут ли наши украинские ребята сразу после 11 класса поступать в ваш вуз? Очень хороший вопрос. Да. Я расскажу, почему это классно, потому что вообще в государственный вуз в Германии нельзя поступить сразу после школы, нужен такой определенный, да, такой Foundation Year, называется Studium Collegue, только вот после него ребята могут уже поступать в гос.вузы. Вот, но наш вуз имеет, несмотря на то, что государственная аккредитация, наш диплом ничем не отличается, да, от гос.вуза, мы вот обходим это правило, потому что мы зарегистрированы в определенной земле, и мы можем принимать документы студентов, если он квалифицирован у себя быть студентом вуза, у себя на родине, то он может поступать к нам. Соответственно, нам нужен аттестат, да, и результат ВНО. Причем не обязательно нам какой-то минимальный балл, да, или неважно, какие предметы ребенок, да, главное то, чтобы у него на руках были вот эти документы, и вот, соответственно, к нам может поступать сразу же на первый курс бакалавриата. Бакалавриат у нас длится 3-3,5 года. Анна, такой еще вопрос касательно языковых сертификатов. Вот вы сказали, что есть англоязычное, немецкоязычное направление. Мы правильно понимаем, что для обучения на немецкой язычной программе необходим сертификат на уровень В2, а не на Ц1? Ведь, как известно, многие вузы для того, чтобы учиться на немецком языке, просят сертификат на уровне Ц1. Вот что вы сказали с вашего вуза? Да, все правильно, В2 уровня достаточно для того, чтобы учиться у нас на немецком языке. Действительно, ну, просто государственные вузы, они ограничены большим количеством правил, и, к сожалению, да, они не могут такую же гибкость сохранять, как частные вузы, в частности, мы. Вот, поэтому, да, пожалуйста, поступайте, и тоже сразу после школы это возможно. Вообще у нас пока большинство студентов немцы, ну, то есть в Берлине их, конечно же, там больше всего у нас иностранных студентов, в Гамбурге поменьше, в Азербурге все мало, то есть немцев прям много. Поэтому, ну, это еще такая, да, такой момент, что немцы, имея возможность учиться где угодно бесплатно, они все равно изучают нам, и точно так же платят за обучение, точно так же, как и иностранные ребята. Поэтому, ну, для меня это определенный, ну, не только для меня, да, это определенный показатель качества. Вот, поэтому... Анна, что касается требований по английскому языку, какие требования вуз предъявляет к английским программам? Анна, что касается требований по английскому языку, то есть необходимо будет предоставить международный сертификат, эквивалентный IELTS 5.5. Это может быть IELTS, это может быть TOYSEL, может быть Кембриджский сертификат, да, главное, чтобы результат был не ниже IELTS 5.5. Соответственно, сейчас, естественно, в условиях, в которых сейчас мы все существуем, многие центры IELTS закрыты, поэтому мы уже принимаем тест дуолинга, как и многие другие вузы, да, то есть такая мера вынужденная для нас всех, поэтому, чтобы у всех было возможно ждать тест дома и, соответственно, предоставить его нам. Да, это очень удобно. Нам вот известно, что многие ребята, особенно творческие специальности, ведут свои блоги, публикуют успешные проекты. Можете ли вы поделиться подобным опытом студентов, показать, может быть, какие-то блоги? Да, я могу показать, но смотрите, я вам сейчас покажу не блог, который ведут студенты, а блог, который ведет, да, факультет, и, соответственно, там есть примеры работ, ребят. Я сейчас включу демонстрацию экрана, надеюсь, все получится, да, видно вам, Анна? Да, да, очень хорошо видно. Супер, вот это наш блог по моушн-дизайну. Здесь, да, можно посмотреть, что ребята делают, их вот какие-то примеры их короткометражных мультиков и прочего, да, то есть здесь вот есть разные категории. К сожалению, большинство контента здесь на немецком, потому что эта программа настолько с этого года открывается на английском языке, поэтому до этого она была только на немецком. Вот, но контент будет то же самое, и переживать тут не застанно. Также, как пример скажу, гейм-дизайн, да, я про него, кстати, забыла упомянуть. Игровой дизайн тоже супер сейчас интересная профессия, индустрия, которая развивается, в которой очень много, да, инвестиций, чемпионатов разных, всего остального. То есть эта программа фундаментальна, позволяет ребятам выучить, как создавать игру, как ее продвигать, как создавать персонажей, да. Здесь тоже можно посмотреть примеры, что ребята делают, ну, то есть очень интересно. Кому интересно, мы, естественно, скинем все ссылки и все покажем. Это можно будет на официальном сайте ВУЗа посмотреть, да? Да, на официальном сайте ВУЗа, когда заходите, да, во все, соответственно, курсы, видно, там есть такая вкладочка «Блог», и у каждого курса есть свой собственный блог. Точно так же можно посмотреть истории, да, которые наши ребята записывают. У нас есть официальный YouTube-канал, да, где есть истории наших выпускников, где они рассказывают про свой путь, как они к нам попали, чему они научились, где они продолжили и где они сейчас. Это очень интересно. Часть из них на немецком языке тоже с английскими подсидцами, есть и на английском языке. Вот, поэтому очень здорово. Следующий вопрос, вот, частый вопрос от родителей, которые вот решают, в какой ВУЗ отправить ребенка учиться, это про преподавательский состав ВУЗа. Здесь речь не идет про математику, физику, преподавать творческие специальности, это процесс тоже творческий. Кто именно работает с Вашими студентами? Расскажите более подробно. Это очень классный вопрос, потому что на самом деле наши преподаватели, это наша гордость, как я уже упоминала, да, у нас есть государственная аккредитация. Государственная аккредитация нас обязывает к многим вещам, и вот та аккредитация, которая у нас есть, в том числе выдается и за исключительно преподавательский состав. То есть наши преподаватели, помимо того, что они суперсоциалисты в своей области, да, это практикующие специалисты зачастую международного уровня, то есть это собственники бизнеса, например, по геймдизайну, да, преподаватель у него, он владелец геймдизайн-студии в Берлине, самый большой и популярный. Не знаю, у нас есть фотограф с мировым именем Массиас Леопольд, который получал огромное количество наград за лучшую там режиссуру, за лучшие сфотографии и так далее. У нас также есть бизнес-направление, да, бизнес-преподаватели тоже самое. То есть это люди, которые являются там советниками в высокопоставленных кругах в Германии. И при этом у них еще у всех есть научная степень, они занимаются научной деятельностью, да, пишут какие-то работы, то есть, ну, на самом деле это то, чем мы по-настоящему гордимся. Да, я вижу, что у вас достаточно сильный преподавательский состав, спасибо за информацию. Пару вопросов про проживание. Как ЛУС помогает найти жилье студентам? Мы узнаем, что вопрос проживания в Германии достаточно острый для многих студентов. Да, смотрите, у нас есть список студентов, с которыми мы сотрудничаем, их достаточно много, на самом деле, есть из чего выбрать. Буквально недавно у нас прибавился очень интересный партнер, очень красивое проживание в центральных районах Германии, да, мы делимся всеми данными-то с партнерами, с студентами. По стоимости я могу сказать, что начинается, наверное, где-то от 350 евро в месяц, и в зависимости от качества расположения, да, сколько человек, если это студия, это одна цена где-то, да, примерно от 700 евро начинается. Если это какая-то квартира, где несколько комнат, ребята живут все вместе, да, такого более типа общежития, то это, естественно, дешевле, и в зависимости от удаленности зависит. Есть сервис, да, accommodation service, который можно проплатить, там порядка 50 евро стоит, можно, чтобы университет помог найти разные варианты, можно самим искать, то есть на самом деле вариантов очень много, ну, естественно, мы всем рекомендуем заранее бронировать все это, потому что действительно Берлин такое место, очень молодежное и очень популярное сейчас, и, конечно, самые лучшие варианты, они разбираются самые первые. Ну, то есть в любом случае ВУЗ способствует поиску жилья, то есть ребята без жилья не останутся, просто нужно заранее этим вопросом побеспокоиться. Да, да, ну, я сказала, что есть несколько вариантов, да, мы можем посоветовать какие-то варианты, у нас нету своей собственной резиденции, да, это не то, что там, как, я не знаю, там в Штатах вы видите большой университет, у него тут же общежитие, все там вместе живут, да, нет, такого нет, у нас как бы здание университета, это изначально чисто немецкий бизнес для немецких студентов, вот, поэтому у нас нету прям вот такого вот кампуса-кампуса, да, есть просто вот университет, где люди творятся, да, занимаются бизнесу и арт-дизайну, и, соответственно, да, есть всякие разные варианты, которые разбросаны по городу, да, ну, мы, конечно, помогаем. Спасибо за ответ. Еще один очень частый вопрос от родителей. Работает ли ВУЗ с какими-то компаниями, которые заинтересованы в ваших выпускниках, потому что все хотят знать дальнейшую перспективу? Конечно, конечно. Как я уже, опять же, да, я говорила, что у нас есть стажировки, у нас есть вот этот обязательный семестр в бакалаврских программах, он где-то на третьем-четвертом семестре, вот, вариантов этой стажировки большое количество, да, из карьерных сервис, ярмарки, вакансии, да, они потом и с последующим трудоустройством тоже помогают, они, да, они могут проконсультировать, могут рассказать про имеющиеся вакансии, и список партнеров у нас очень такой обширный, всех я прям даже не могу перечислить, по-моему, их около двухсот, в этом списке есть там всякие гиганты типа Unilever, у нас есть Twitter, у нас есть, не знаю, Mercedes, то есть всякие крутейшие дизайн-агентства из Берлина, там вот это наши партнеры. И действительно, просто вот на бизнес-специальности у нас есть тоже там, такой скультет интересный, называется Digital Business Data Science, это цифровой бизнес, работа с данными, вот это вообще, да, специальности, которые сейчас приобретают все больше популярности, и, конечно, там высокотехнологичные стартапы, они тоже вот хотят выпускников вот с таким дипломом, то есть вариантов, правда, много у нас, на сайте есть только часть партнеров, опубликованная, полный список гораздо больше. Расскажите, а вот о текущей ситуации сейчас в Германии, как проходят занятия сейчас в УЗИ, как устроены занятия? Смотрите, у нас два, да, два начала обучения в год, то есть у нас есть сентябрьский интейк, и у нас есть мартовский интейк, да, то есть летний и зимний семестр мы это называем. То есть летний семестр у нас начался в конце марта, как раз в то самое время, когда все началось, да, вся вот эта ситуация, и поэтому университет, конечно же, не прервал обучение, просто все пришли на онлайн. Это пришлось сделать очень быстро, оперативно, и с этим я считаю, что университет справился на ура. Ребята сейчас занимаются, ребята занимаются очень интенсивно, они, конечно, занимаются, да, из дома, там любят в общежитии, если они находятся на территории Германии. Пока все так, да, и дальше мы посмотрим на развитие ситуации. Ну, в общем, зимний семестр мы планируем, пока мы его не переносим, не отменяем, да, мы все-таки как бы ждем того, что все-таки нам откроют границы и так далее. А в Германии в целом ситуация улучшается. Вообще Германия по всем, в общем-то, международным рейтингам, говоря уже европейским рейтингам, она занимает лидирующие позиции, практически первые места везде, потому как она справляется в ситуации. Это и касается здравоохранения, это касается соблюдения карантинных мер, да, это касается поддержки государства. То есть вообще они большие молодцы, потому что действительно уже из кризиса у нас страна вот из этого потихоньку выходит. Уже с 3 мая у нас начинают работать младшие школы, открываются небольшие магазины, площади, по-моему, до 800 квадратных метров. То есть потихонечку жизнь налаживается. Рада это слышать. То есть мы правильно понимаем, что ВУЗ сейчас принимает документы на зимний семестр. Да. И в принципе можно готовить документы для того, чтобы начать обучение с осени. Все верно. Документы лучше, более того, их лучше готовить сейчас. Именно потому что сейчас пока есть время все это обработать, да. Представьте, когда уже откроется и посольство, и конкурс, туда все ломанутся. Лучше пока все-все-все подготовить спокойно, да, перевести все, пройти всю аппликационную процедуру, подготовить именем нашим портфолио, если творческая специальность. Чтобы все-все-все уже было на руках, и потом уже, когда открывается посольство, ты, собственно, забланировал себе, да, аппоинтмент, ты пошел. Потому что иначе, конечно же, будет хаос и лакханалия. В общем, все лучше планировать заранее. Да, конечно. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Как государство Германии поддерживает культурный сектор и выделяет ли оно какие-то средства для развития данной области? Да, это вообще фантастика, как немецкое государство поддерживает, потому что было выделено 50 миллиардов евро на поддержку, да, всяких там мелких предпринимателей, фрилансеров и прочих ребят. То есть я лично читала отзывы немецких художников о том, что, господи, мы не верим. Они просто подали заявку на сайте о том, что вот они пострадали из-за этого кризиса. Это действительно мелкие всякие бизнесы, там, ателье и прочее. И в течение, там, трех дней на счет они получили от 5 до 9 тысяч евро. Вот просто вот так вот, да, заполнив заявку. Опять же, это к тому, как Германия относится к своим гражданам и как она их поддерживает на время вот такой тяжелой ситуации. Да, это радостно слышать, что Германия поддерживает культурный сектор, пытается. Скажите, расскажите, вернее, об акционных предложениях, которые сейчас действуют и, возможно, будут действовать в будущем. Смотрите, я на самом деле, когда мы говорили с вами про поступление, да, почему надо сейчас, мне упомянула один очень важный момент. Когда уже человек подал все-все-все документы, для того, чтобы зарезервировать место на курсе, платят обычно депозит. Да, этот депозит, он, в зависимости от того, в какое время, допустим, студент поменял бы свое решение о поступлении, в частности, в лет 3 тысячи евро, он входит в общую стоимость обучения, эти 3 тысячи. Раньше, в зависимости от момента, да. Второе, скидки. Сейчас есть официальные скидки, которые действуют. Это 10% на первый год обучения в Берлин и Кампусе Зерлон, есть 20% на обучение в Гамбургском Кампусе. Но это еще не все. Я вот вам по секрету говорю. Значит, аудитория прекрасной компании Simplex, новое предложение еще готовится. И для тех, кто заинтересован, пожалуйста, пишите Анне, и мы пришлем еще более интересное предложение, которое, вот, анонсируется на днях. Я просто пока не могу спойлеры тут кидать. То есть нужно ловить моменты и подаваться сейчас. Да, 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 все верно, все верно. Конечно, конечно, нужно подаваться сейчас, потому что, ну, сейчас это на самом деле самое логичное, потому что сейчас все, как бы, понимаете, рано или поздно все это закончится, но именно сейчас самые щедрые предложения, потому что, да, мы хотим поддержать наших аппликантов, наших партнеров. Естественно, мы предлагаем какие-то облегченные варианты, там, более интересные стоимости и так далее, и так далее. Поэтому сейчас самый момент. Анна, спасибо за информацию. Очень приятно слышать про такие акции. Вот, возвращаясь к вопросу про творческие специальности, можете ли вы выделить какую-то специальность, ну, вот, которая очень популярна в вашем ВУЗе? Есть такие специальности? Наверное, и творческие специальности, и пока самое-самое, наверное, популярный – это коммуникационный дизайн, потому что она понятная, да, то есть мы знаем, что такие дизайнеры, чем они занимаются, как они зарабатывают, да, но есть у нас, опять же, вот такие инновационные абсолютно вещи, которых нигде нет. Это, опять же, цифровой интерактивный дизайн, который, ну, правда, это профессия будущего, да, это то, что наступит завтра, а как бы наши ребята уже этому научатся. Вот, да, мультипликация, опять же, да, очень много спрашивают про анимацию, я это знаю, то есть пока у нас не было этой специальности на английском языке, это было только на немецком, у нас спрашивали постоянно, потому что, конечно, сейчас вот анимация тоже на очень высоком уровне, там тоже очень большие средства, да, можно проявиться, делать тоже какие-то фильмы, мультфильмы и так далее. Ну, соответственно, геймдизайн. Ну, вот геймдизайн – это такая очень специальная, да, история, это именно нужно любить вот эту вот игровую историю, нужно любить и хотеть, собственно, этими заниматься, но очень популярная специальность сейчас. И действительно вот индустрия геймдизайна, она развивается стремительно абсолютно, и мне кажется, опять же, во время вот этого кризиса, который сейчас есть, да, мне кажется, производители игр, они просто озолотились, потому что люди сидят дома, и количество людей, которые, в принципе, играют, возросло, не знаю, в десятки раз. Вот, поэтому каждая специальность из этих мне очень нравится, я считаю ее очень перспективной в будущем. Анна, спасибо большое за интересную беседу. Я надеюсь, что наши слушатели подчеркнули для себя много новой полезной информации о творческих специальностях и их перспективах в Германии. Были рады вас видеть в гостях, и очень надеемся, что все те, кто заинтересован в творческих специальностях, пожалуйста, обращайтесь, будем рады помочь в процессе поступления. Взаимно, Анна, спасибо большое, что пригласили, с удовольствием отвечу на любые вопросы, если у кого-то возникли какие-то дополнительные, и, пожалуйста, берегите себя, будьте здоровы. Всем хорошего вечера. Хорошего вечера. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok